Сергей Рязанцев пишет, поясните состыковку выражений из молитв на сунду грядущем и выражения блаженного Агустина Аврелия. У Иоанна Домоскина говорится, Господи, или хочу, или не хочу, спаси мя, а ключевое слово здесь не хочу. А у Августина Аврелия Бог спасает нас, не без нас. Здесь же воля человека и желание спасения является обязательным условием синергии, то есть Августин совершенно справедливо говорит, что Бог спасает нас, не без нас, то есть мы должны отключить свою волю, сотворил нас без нас, а спасает нас не без нас, совершенно верно. Нам нужно соединиться с Богом в волевых усилиях, это и есть синергия, а молитв на Домоскина говорится о том, что или хочу, или не хочу, спаси меня, и что значит здесь не хочу. Значит не хочу следующее, человек, поскольку он многоэтажен и многословен, он может одной частью души понимать необходимость чего-либо, а другой частью души быть плененным противоположным какой-то страсти и грехом. Как у Шекспира, знаете, мои глаза в тебя не влюблены, они твои пороки видят ясно, а сердце ни одной твоей вины не видит и с глазами не согласны. То есть человек может плениться грехом на уровне сердца, а головой понимать, что это нехорошо. Или наоборот, у него сердце может стремиться к Христу, а голова может заболеть какой-то ересью. Это совершенно стандартная вещь. И вот молитва, которая приносится Богу от лица верующего человека славы Иоанна Дамаскина, она имеет в виду, что я пока нахожусь в полном здравии и в полном, так сказать, адеквате, я говорю Господу, Господи, я хочу спастись, я люблю Тебя и я верую полной верой во все, что учит Святая Церковь, спаси меня. Если же я вдруг обезумию сойду с ума и начну говорить что-нибудь не то, то все равно спаси меня, потому что это буду не я, это будет что-то такое, это будет карикатура на меня. Как апостол Павел говорил, что если бы даже мы или ангел с неба начал проповедовать вам что-нибудь другое, анафема да будет. То есть в послании Галатам он пишет, что мы вам дали твердое обоснование спасения, мы преподаем вам здравое учение спасения, если даже мы вдруг с ума сойдем и начнем говорить, нет, нет, я был не прав, не слушайте меня, потому что это буду не я. Вот так касается и человека этого спасения, помните этот удивительно красивый миф о Одисее, который, проплывая мимо острова Сирен, указал привязать себя к мачте. Сирены пели настолько пленительно, что слышавший их сходил на берег и был ими убиваем, то есть слышать сирену и остаться живым было невозможно, поэтому Одисей приказал залепить уши воском всем морякам, а себя приказал привязать, крепко привязать себя к мачте и не слушаться его самого, если он вдруг захочет развязаться. Так оно и было, он услышал пение сирен, но остался жив. Он при этом молил, угрожал, просил, требовал, кричал, ругался, чтобы вы развязали его, развяжите меня, он хотел сытиноберием, он был пленен, как и все остальные, но матросы справедливо не развязывали его, потому что знали предыдущий приказ. Точно так же и здесь, если даже я буду просить о чем-то ненужном, не давайте мне то, что я буду просить, потому что сейчас я в здравом уме даю вам приказ, а потом я заболею, может быть, не для Бога, и захочу не нужно. Некто из святых сказал, когда вы находитесь в области веры и сильной веры, то умножайте свои молитвы, пока вы помните Господа, потом, когда вы забудете Господа, а такое бывает часто, Господь будет помнить вас ради тех ранее принесенных молитв. Вот так мы и мирим слова блаженного Августина Авреля со словами Иоанна Домаскина в одной из молитв на Сунгренущее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова